65-летний пенсионер умер от инфаркта после общения с полицейскими в Карагандинской области. Когда мужчина возле дома соседа беседовал о рыбалке, его скрутили, надели наручники и затолкали в машину якобы за распитие спиртных напитков в общественном месте. А спустя час привезли в сельскую амбулаторию. Его сын уверен, что Николая Степанюгу довели до инфаркта. Сын погибшего уверяет, что отец действительно пил накануне, но в день инцидента был трезвым. И даже если бы это было не так, это не повод надевать наручники, считает Станислав. В тот день его отец сидел на мотоцикле возле дома соседа, говорили о рыбалке. Подъехали полицейские и, по словам соседа, стали вести себя агрессивно. Мотоцикл заглушенный был, он просто сидел на мотоцикле. Они его начали крутить, сворачивать, одевать на него наручники. Естественно, он сопротивлялся, ему это не нравилось. И они его повалили на землю, одели наручники и запихивали в служебный автомобиль. Как вот просто взять, забрать человека, ни за что. Составить протокол, да, составили протокол они на него за распитие в общественном месте. Что он распивал алкоголь в общественном месте. И потом уже привезли его в полуживоту. Хотя полицейские снимали момент задержания, в полиции это видео не предоставили. Станиславу показали только момент составления протокола. Происходило это уже за пределами поселка. На видео участковый почему-то интересуется здоровьем Николая Степанюги. Его сын считает, что на отца морально давили. И что это не первый случай в поселке, когда полицейские доводили жителей до нервного срыва. Через несколько часов после того, как пенсионера привезли в больницу, тот умер. По предварительным данным, причина смерти – инфаркт. Проведенная судебно-медицинская экспертиза не подтверждает доводы о нанесении телесных повреждений, повлекших смерть. По жалобе о неправомерных действиях в отношении 64-летнего жителя поселка Керней Бухаржавского района проведена служебная проверка. Доводы заявителя не нашли своего объективного подтверждения. Станислав Степанюга нанял адвоката, но даже не надеется, что полицейских привлекут к ответственности. Он намерен хотя бы привлечь внимание к проблеме.